МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В прямом эфире программа «События Саратов» в студии Татьяны Хованова. Прямо и открыто о том, что волнует жители Калининского района, смогли поговорить с представителями региональной власти и обсудить самые острые вопросы. Напомню, такую практику проводить общественные встречи в различных районах города и области вел губернатор Валерий Радаев, чтобы знать о проблемах изнутри и совместно с муниципальным руководством искать их решения. О диалоге народа с властью в нашем следующем репортаже. Правительство в полном составе, плюс руководство прокуратуры, МВД, областной думы, общественные палаты, главный федеральный инспектор и даже уполномоченные по правам ребенка. В таком составе делегация Саратова приехала в Калининский район, чтобы встретиться с жителями и ответить на их многочисленные вопросы. Диалог власти и народа начинается в клубе села Орловка. Первое, что беспокоит людей – газ. Его нет в половине домов. В установленном порядке заявка Министерства сельского хозяйства поступила на финансирование продолжения газификации вашего села. В следующем году за счет средств областного федерального бюджета на это село выделяется порядка двух миллионов рублей. И все работы мы в следующем году, объект в одной, мы планируем завершить. Беспокоят людей освещение улиц, плохие дороги, проблемы с оформлением земли. На все вопросы специалисты правительства стараются дать исчерпывающие ответы. Не обещают, а разъясняют, что и как, какие меры примут и что ждут от жителей муниципальной власти. Валерий Радаев замечает – это эффективная форма работы. Мы откровенно людям говорим, мы не все сегодня можем решить. Это очень важно тоже сказать. Не просто пыль в глаза пустить, а важно сказать – не все можем. Поэтому у нас вот все перед вами. Наши бюджеты, наши возможности. Давайте определимся в приоритетах. И ожидания людей должны быть вот в этих. Что мы с ними советуемся, что мы вместе принимаем решения и, соответственно, вместе несем ответственность. Это будет правильно. Настраивают себя на незамедлительную реакцию. По каждому вопросу губернатор подчеркивает – не случайно выезжают в районы в таком составе. Важно, чтобы министры и руководители различных ведомств научились без обиды реагировать на высказывания людей. Объективно подходить к каждой проблеме и искать решения. Сами жители признаются – сначала даже не верили, что подобная встреча состоится. Ведь раньше никогда такого не было. Встреча понравилась. И, наверное, больше порадовало то, что практически каждый вопрос был услышан. И на каждый вопрос постарались дать ответ. Я думаю, что каждый из спрашивающих и рассчитывал на это, чтобы его услышали. Еще важно знать о проблемах из первых уст. И также без какой-либо волокиты получить разъяснение. Такой метод работы руководство области считает необходимым. Это главная работа власти. Вот главная работа – открыто, откровенно общаться с населением. Что мы и делаем. Конечно, это многим представителям власти, наверное, не по духу сегодня, да? Но никуда не денешься. Это наша работа, и мы будем эти встречи продолжать, потому что мы общаемся открыто, доступно и откровенно. Люди задают самые те вопросы, которые их беспокоят. Вот, наверное, если еще будут такие встречи, но только пользы будет и им, они будут знать, что творится на местах в области и на нашем маленьком районе. Это важно. Часть вопросов удалось решить прямо на месте. Часть профильные власти взяли на контроль и будут разбираться в рабочем порядке. Это уже не первая подобная встреча с жителями, замечает Валерий Радаев. Планируют организовать такие мероприятия во всех районах губернии, чтобы люди доверяли. А главное, были уверены в том, что их проблемы не останутся без внимания. Екатерина Загранична, Александр Питченко, ТВ-центр Саратов. Сегодня состоялось очередное заседание областного парламента. Депутаты внесли изменения в выборное законодательство, одобрили список членов общественной палаты и приняли постановление о присвоении звания почетных гражданин Саратовской области двум жителям нашего региона. Состоявшиеся заседания не последние в этом году. Парламентарии соберутся на следующей неделе, чтобы завершить финансовый год. Репортаж Людмилы Самариной. Неприятных сюрпризов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в следующем году быть не должно. Для этого депутаты Саратовской областной думы на очередном четвертом заседании утверждают специальные рекомендации для ТСЖ и управляющих компаний. С тем, чтобы все-таки они, ну попросту говоря, приняли все необходимые меры для того, чтобы в 2013 году, как минимум в первом полугодии, не увеличивать, не задираться резко тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Определяют планку роста размеров платы за коммунальные услуги 15%. Чтобы ни у кого не возникло желание обойти рекомендации, за управляющими организациями установят контроль. Рычаг мониторинга за безобразием в случае роста сверх 15% и тарифов на коммуналку, и тарифов на содержание ремонт жилья, он есть. И то, что мы в сентябре приняли дополнительные полномочия в части муниципально-жилищного контроля, и сейчас идет формирование муниципальных жилищных инспекций, то, что мы увеличили штатную численность государственной жилищной инспекции. Еще один вопрос, которому уделяют максимум внимания, это изменения в выборном законодательстве. Теперь в регионе установят единый день в году для голосования. Это будет второе воскресенье, сентября. Масса других поправок было вынесено, но в основном было все приведено в соответствии с федеральным законом. По этим законам теперь у нас будут проходить все выборы и губернаторские, и муниципальные, и областные. Спешат принять запланированные поправки к законам в уходящем году. На шуточный вопрос журналистов о шумихе вокруг конца света председатель Владимир Капкаев заявляет, что он в планы депутатов не входит. Ставим, учитывая напряженность ситуации, ставим конкретные задачи. На 2013 год, на 2014, на 2015 конца света не предвидится. Это наша твердая позиция. Поэтому в ближайших планах собраться еще раз на следующей неделе, чтобы завершить работу над законопроектами 2012-го. На 60 миллионов рублей больницы области смогли уменьшить просроченные долги за последние несколько лет. Еще полгода назад в долговой яме находились 27 лечебных учреждений, которые имели многомиллионные долги перед поставщиками лекарств, продуктов питания и персоналом. Частично проблему удалось решить благодаря системной работе правительства и территориального фонда медицинского страхования. В текущем году полностью погасили задолженность 6 больниц, остальные исправят свое финансовое положение в течение следующего года. Подробности в репортаже Натальи Тарасовой. Оборудование как в самом современном медицинском центре. Даже не верится, что еще недавно Вольская ЦРБ возглавляла черный список больниц с просроченной кредиторской задолженностью. С приходом нового главного врача больница не только смогла закрыть многомиллионный долг, но и начала зарабатывать. Для чего мы начали работу? Это для того, чтобы наши пациенты могли прилично лечиться, получать медикаменты, в том числе самые новые, самые последние, по стандартам, по качеству лечения. Теперь мы на уровне клиник областных, я считаю. Многолетняя долговая яма лишала больницу главного – возможности развиваться. Теперь здесь появилось новое оборудование, вовремя сгубаются даже самые дорогие лекарства, растет зарплата. Приятные изменения заметили и пациенты. Больница получила очень много аппаратуры новой, которая и диагностику хорошую ставит, и не нужно ездить ни в Саратов, ни в Балакова. Лечение хорошее, достойное. Вольское ЦРБ – положительный пример для лечебных учреждений, у которых еще остаются долги. Комплексная работа по выравниванию финансовой ситуации в больницах впервые проходит на уровне области. Полгода назад губернатор Валерий Ильич Радаев потребовал навести порядок в этой сфере, потребовал, чтобы у больниц не было долгов, чтобы у них была нормальная финансовая ситуация, и указал навести в этом порядок и принять меры, вплоть до жестких мер, то есть увольнений управленческого персонала. Грамотная финансовая политика и эффективное управление. К этому идут больницы с кредиторской задолженностью. При поддержке главы региона и территориального фонда ОМС все больницы смогут расплатиться с долгами уже в следующем году. Наталья Тарасова, Шейн Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. Сегодня в центре города сгорел жилой дом. Пожар на пересечении улиц Московской и Соборной начался около 8 часов утра. Деревянное здание старой постройки вспыхнуло в считанные минуты. Однако дым сразу же заметили жители соседнего дома и вызвали пожарных. На место прибыли более 10 единиц спецтехники. Чтобы полностью устранить огонь, ушло несколько часов. На момент возгорания в доме находились 30 человек. Их успели вовремя эвакуировать. Причина пожара на данный момент устанавливается. Люди бегали, тут страшно было. Пламя было сильное. Это все-таки старый живой фонд, он весь ветхий. Как-то бы надо с этим что-то делать. Даже то же самое, минус 20. Каждый включил обогреватель, не хватает тепла. Запросто и от этого может загореться. По данным пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки в области зафиксировано 19 пожаров. Из них 6 случились в Саратове. Основные причины возгорания – неправильная эксплуатация нагревательных электроприборов и халатное обращение с огнем. В общественной палате состоялось заседание круглого стола, посвященного проблемам водно-спортивных комплексов на Зеленом острове. Дело в том, что на протяжении 10 лет там располагалась спортивная база «Сокол», а соответственно и всевозможные тренировочные секции для детей по водным видам спорта. Но за эти годы сотрудники базы всячески нарушали договор аренды. Кроме того, ангар, где учащиеся переодевались и хранили инвентарь, переоборудовали в цех для строительства дорогих судов. В опиющей ситуации заинтересовалась администрация и было принято решение на месте «Сокола» создать новую спортивную детско-юношескую школу. Тема продолжит Вероника Арапова. Решают судьбу Зеленого острова. За круглым столом все заинтересованные лица. С одной стороны представители городской администрации, с другой руководители водно-спортивного клуба «Сокол». Проблема, которую пытаются решить, назревала последние 10 лет. Что говорит «Сокол»? Он обращается в суд и пытается разыграть судебный процесс, признать права на объекты недвижимости, чтобы потом участок закрепить за собой навсегда. Это тоже неправильно. То есть фактически «Сокол» хотел этот участок отнять у города и у всех жителей города. И то, что администрация здесь пресекла, наверное, это тоже правильно, я считаю. Договор аренды не отсутствует, но уходить с насиженных мест никто не собирается. Хотя вместо того, чтобы соответствующим образом оборудовать базу и создать условия для занятий спортом, руководство клуба «Сокол» заботилось о своем доходе. Единственный ангар, где дети переодевались и хранили свои лодки, переоборудовали под цех. Суда, которые там производили, вовсе не предназначены для детей. Все под видом детей. Все говорят, одни говорят, мы ради детей, другие говорят ради детей. Вот мы сейчас хотим с вами выяснить, где ради детей. Из вашего выступления я понял, что дети – это вторичные. Участок земли, который пытается отставить «Сокол», уже передан Центральной детской спортивной школе. Руководство планирует создать многопрофильную базу, чтобы развивать водные виды спорта. Администрация города Саратова планирует создание многофункциональной водно-спортивной базы для культивирования следующих видов спорта. Это парусный спорт, морское многоборье, триатлон, открытие нового вида – это академическая гребля. В настоящий момент подготовлены проектные предложения по развитию данной базы. Уже имеющиеся базы разрушать не будут, а только приумножат. Новая спортивная школа сможет вместить около 300 учеников. Создать современный яхт-клуб – главная задача новых владельцев. Было сообщено, что все дети, которые там занимаются, мы их всех с удовольствием ждем в нашей Центральной школе для продолжения занятий замечательным видом спорта, парусным спортом. Что касается приобретения яхт, вы понимаете, говорить о приобретении яхт достаточно сложно, когда нет своей базы. Даже где сложить, обслуживать яхты. Говорить о том, что кто-то не против, чтобы эти яхты лежали у кого-то, я думаю, это не совсем правильно. Позиция муниципальной власти в том, что городская земля должна не только пополнять бюджет, но и быть общественно полезной, служить площадкой для развития детского спорта, а не способом получения коммерческой выгоды. Вероника Арапова, Дмитрий Соколовтов, Центр, Саратов. Приоритет садоводства на территории национального парка в Волынском районе выращивают яблоки, причем в промышленных масштабах, а на местном заводе из них делают сок. Предприятие Черемшанское реализует крупный инвестиционный проект стоимостью в 25 миллионов рублей. Существенную помощь сельхозпроизводителям оказывает и региональное правительство. Екатерина Заграничная расскажет подробнее. Эти молодые деревья – яблони. Их посадили в этом году. Рядом старый сад, его тоже скоро обновят. Возможности для развития дает региональное руководство, говорит генеральный директор предприятия Черемшанское Валерий Ермаков. Здесь раньше был кляк сад, мы его раскорчевали. И вот в этом году на этой клетке был разбит новый сад по интенсивной технологии. На этом участке где-то порядка 4 тысяч деревьев. В основном это саженцы здесь нашего Саратовской области, а конкретно с Петровского района. Сорта – это наши знаменитые сорта Саратовской области. Это совхозная, это пасхальная. Ну и естественно, конечно, здесь самая основная – клин, то есть разбитая – это беркутовка. Фрукты выращивают в окрестностях национального парка Хвалынский. Охраняемые природной территорией всего порядка 300 гектаров. Заняты садами. В этом году добавили еще 16. И такими темпами намерены двигаться дальше. С приходом губернатора, губернатора нашего земляка, с приходом нового зампреда, министра сельского хозяйства, команды, да, то есть вот именно для, что характерно для нашего района, это уделяется большое внимание, это именно развитию садоводства. В какой-то степени на прошлом этапе садоводство было как-то вообще, можно сказать, не занимались, да, и многие регионы уже стали доминировать. То есть мы как бы отставали. На сегодняшний момент, то есть меня радует то, что мы как бы начинаем усиленно этим заниматься. Я думаю, то есть мы те планы, те задачи, то есть те объемы, то есть мы их настигнем, да, совместно вот такими усилиями, совместно вот с командой, да. Своё сырье – большой плюс. Тем более, что на заводе запустили новую соковую линию. Экскурсию по цеху проводит уже коммерческий директор предприятия Игорь Ушаков. Показывает, как работает современное оборудование и рассказывает, как делают сок. Одно из машин – это узел смешивания сырья, два танка по 20 тонн, где сок смешивается. Далее по закрытому трубопроводу он подаётся на теплообменник и на гомогенизатор. Там продукт стерилизуется, под большим давлением раздавливается, превращается в гомогенную однородную массу. Реализует серьёзный инвестиционный проект, потому что время диктует свои условия. Черемшанское – предприятие 75-летней истории. Местная кабачковая икра известна во всей стране. А теперь ещё и яблочный сок. Раньше его выпускали в трёхлитровых банках. Теперь требования изменились. Тенденции рынка таковы, что трёхлитровая банка на сегодняшний день – это формат вчерашнего дня. И достаточно сложно её продвигать. Достаточно большие нагрузки по логистике накладываются на банку. Это современный упаковочный материал, современный формат. Параллельно с расширением и обновлением садов руководство предприятия ставит перед собой и серьёзные задачи по переработке. В будущем намерены купить дополнительное оборудование и запустить ещё одну линию. Разливать сок не только в литровые, но и 200-граммовые упаковки, чтобы обеспечить своим продуктом ещё и социальные учреждения Саратовской области и других регионов страны. Екатерина Заграничная, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. Саратовская область представила себя в Государственной Думе. На прошлой неделе в коридорах и кабинетах главного законодательного органа страны состоялась презентация производственного и сельскохозяйственного потенциала региона. Одно из заседаний народные избранники посвятили вопросам технического состояния мелиоративного комплекса. В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Бабушкин подчеркнул, что регион занимает ведущее место в Поволжье по площади орошаемых земель. Гарантом подачи воды на поля является мелиоративный комплекс области, стоимость основных фондов которого 18,5 миллиардов рублей. Репортаж Людмилы Самариной. На наращиваемых наконечников можно поднимать высоту спринглера в соответствующую высоте растения. Новые инженерные решения для сельского хозяйства за круглым столом в Госдуме собрались специалисты аграрии, бизнесмены, чиновники и депутаты. Обсуждают вопросы мелиорации в Саратовской области. Это безопасность, продовольственная безопасность не только Саратовской области, но и России в целом. У нас 4 года подряд были засушливы не только Саратовская область, но и других регионов. И без мелиорации, я думаю, что сельское хозяйство невозможно. Оборудование мелиоративного комплекса региона нуждается в обновлении. Специалисты объясняют, необходимо не только закупать новые машины, но и модернизировать те, что уже есть в распоряжении аграриев. Основные затраты всех хостоваропроизводителей при поливе тратят на электроэнергию. Примерно 32% всех расходов по рожению падает на электроэнергию. Первая задача – снизить давление в подающем трубопроводе и трубопроводе непосредственно ночеваемой машины. Министр сельского хозяйства региона Иван Бабошкин говорит, за время дней Саратовской области в Госдуме успел получить ответы на ряд вопросов, которые касаются модернизации и финансирования агропромышленного комплекса. Саратовская область, поскольку мы отвечаем за Саратовскую область, получая где-то в общем объеме финансирования порядка 10% от выделяемых федеральных средств, значит, мы сегодня увидели и услышали новые технологии, новые методики применения в мелиорации, которые будут использоваться на территории Саратовской области в ближайшее время. И еще подчеркивают все финансовые вливания, и новые технологии будут эффективными только при грамотном их использовании. А это значит, что предстоит решать еще и проблему кадрового голода в сфере мелиорации. Людмила Самарина, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. Свои инновационные разработки в Государственной Доме представили и крупнейшие вузы Саратова. В рамках программы Дни Саратовской области в Москве ученые классического и аграрного университетов привезли в столицу презентацию своих достижений. Одним из самых обсуждаемых изобретений стала раневая повязка, которая не причиняет боли и способствует заживлению. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков взял продвижение разработки под свой контроль. Я знаю, что Александр Дмитриевич взял для себя тот образец, сигнальный, который мы провезли по заменителю кожи, который отдаст именно нашу службу МЧС. Это очень важно. Медицинная катастрофа. Сегодня в Саратове официально стартовал объединенный поволжский рок-фестиваль «Желтая гора». В этом году музыкальное мероприятие посвящено 25-летию фестивального рок-движения в городе. Подготовка началась еще в мае. С предварительного отбора участников по подсчетам жюри в этот раз на саратовской сцене выступит порядка 100 коллективов. На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, побывала и наша съемочная группа. Творческие рок-силы города встретятся на одной площадке. Меньше месяца остается до события, которого с нетерпением ждут все ценители авторской музыки. В Саратове стартует фестиваль «Желтая гора», который откроет 25-й юбилейный год поволжского рок-движения. Многие люди далеки от этой темы представляют, что рокеры – это в кожаных куртках волосатые дязьки с бутылкой пива, со шприцом, секс на аркотике и рок-н-ролл. Но это уже устаревшая давно модель. И рок-музыканты, и рок-зрители, и рок-слушатели – они другие. Подготовка к главному рок-событию города началась еще в мае. Заявки на участие приходили со всех уголков области. В итоге отобрали самых ярких и талантливых. Среди них и уже известные, и только начинающие коллективы. В этом году мы пошли на следующее. В Саратове существуют рок-клубы. Но в данном случае мы определились с пятью рок-клубами. Они как бы ведущие. И каждый рок-клуб выдвинул в качестве кандидата на соискальные тех номинаций по одному коллективу. Конкурсный отбор еще раз доказал – Саратов продолжает оставаться одним из самых музыкальных городов России. Каждый год здесь появляются исполнители, которые с успехом заявляют о себе на различных фестивалях. «Желтая гора» – еще одна возможность подняться на вершину новым талантам. Одна из задач – донести до людей, что мы уже давно не в подвалах. И мы, наверное, как Юра сказал, в какой-то степени уже пример для гордости. То есть мы не просто там сидим дома на диване, да, вот так вот смотрим телевизор и с ним разговариваем, да. Мы пытаемся сочинять музыку, да, пытаемся донести свои мысли, идеи. Фестиваль пройдет в два этапа и закончится финальным галоконцертом, в который войдут самые лучшие номера. Организаторы надеются, что 12 часов живого звука любители рока оценят по достоинству. Что же касается победителей, их выберут в трех номинациях – лучшая группа, исполнитель и композиция. Главным призом для коллективов станет возможность выступить на главных рок-площадках страны. Жанна Гольцова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов. Завтра у саратовских школьников снова отменяются занятия. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от минус 18 до минус 20 градусов. Поэтому не пойдут в школу, учащиеся с первого по четвертой класса. И на этом пока все. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. Далее смотрите программу «Прямая речь» с Юлией Коньковой. А с вами мы увидимся менее чем через полчаса. Не переключайтесь. Спонсор выпуска – Саратовский автоцентр «КамАЗ». Поддерживать ведущих в хорошей форме помогает фитнес-клуб «Спорткласс». Фитнес-клуб «Спорткласс» дарит к 2013 году скидку 20,13%. Спешите! Акция действует до 25 декабря. Спонсор выпуска – Банк «Российский капитал». Банк «Российский капитал» предлагает вам кредит надежный от 15,9% годовых. Ждем вас по адресу город Саратов, улица Чернышевского, 223, дробь 231.